На встречу собрались шипковцы, которые ближе других живут к предприятию по производству молока. Люди говорят, что проблема появилась в деревне именно с его открытием. Они льют эту сыворотку или какие-то отходы льют. Все затапливается, абсолютно все. Во-первых, это такой запах просто невыносимый. Мухота, комарье, все. И у нас рядом башня водяная. Ну метров сто от этого комбината, не больше. В общем, у нас уже и качество воды испортилось, запах идет. В общем, вот так жить невыносимо, мы бьем тревогу. Вот там вот за заводом вырыты рытвины, то есть канавы, туда они сливают. С самотеком-то ясно дело, вниз идет. Все вот по дороге пустили, вот вся дорога. Уходит ручей вот в реку, через усадьбу. Вот новый дом, усадьба, через него. Люди говорят, что стоки молочного производства стали причиной вымирания леса. Несколько берез высохли, часть уже спилили. Однако руководство предприятия с этим не согласно. Директор София Ермолова утверждает, что жители устроили свалку и выносят сюда строительный бытовой мусор. Что касается сыворотки, то сейчас на предприятии ее нет. Источная вода из шлангов не льется. Вода у нас уходит в септик. Ну просто как бы прокинутый шланг, я не знаю, как бы шланг просто был кинутый, просто вот он лежит и лежит он там. Вот вам следы преступления. Из отстойника идет вот сюда, представляете, и все это протаивается и в деревню. Все, вот он вам, следы преступления. Что еще надо, какое еще надо доказательство? Я считаю, что это истинная вода Баби Бунт. Ничего другого я просто сказать и комментировать тоже не буду. Вот, мое мнение такое. По мнению главы Шепковского сельсовета, причиной нашествия насекомых в теплое время являются вовсе не источные водопредприятия. Он уверен, что дело в другом. А это из-за того, что на сегодняшний день птицфабрики вывозят помет, да, удобряют поля. Соответственно, вот из-за этого в основном ухота. Потому что Тоскаева нету молзавода, да, в деревне Евсина тоже нету молзавода. В Евсина нету молзавода на станции, да, а мухота та же самая. Этот вопрос поднимается не в первый раз. Несколько лет назад на предприятии уже проводились проверки. Чтобы организовать очередную, требуется заявление от жителей. Пока оно не поступало. Конечно, если же вот именно появится какое-то заявление об этом, конечно, непосредственно мы организуем все средства станции и произведем проверку. Шепковцы говорят, что хотели бы жить со своими соседями по-доброму. Однако наладить отношения пока не удается. На предприятии уверены, что все дело в людской зависти, которая не дает им спокойно работать. В этом вопросе рано ставить точку. Летом жители деревни обещали вновь пригласить съемочную группу, чтобы вместе посмотреть, изменится ли ситуация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова